Страшное предсказание гадалки. Что же она сказала Хюрем? Почему Султанша уходила со слезами на глазах? Что она знала? И почему стала опасаться Сулеймана? Чего она боялась? Давайте разберем все в видео. Друзья, в сериале есть интересный момент с гадалкой. Он полон недосказанности и хотелось бы с вами его обсудить. Сценаристы оставили нам большое поле для фантазии, но мы всегда опираемся на историю и знаем, что ждало Хюрем и ее детей в дальнейшем. Так как сериал основан на исторических событиях, он не мог сильно отходить от истории. Да, конечно, в нем много выдуманных героев и моментов, но все это не мешает сериалу быть историческим, так как смысл и судьбы героев были практически такими же, как и в истории. Что Султан, что Хюрем, что практически все их дети унаследовали трагическую судьбу их настоящих героев в истории. Поэтому мы можем предположить, к чему тот или иной момент может привести. Но не всем моим зрителям нравится смотреть анализы сериала, так что мы сделали плейлист только с историей. Ссылка вверху или в описании к этому ролику. Итак, как вы уже поняли, момент мы обсудим с гадалкой. Их было много, но самое интересное, это ее последний визит. Если вам интересно, то пишите в комментарии, я сделаю обзоры на все моменты и предсказания гадалок с Хюрем. Дорога к гадалке, по мнению Фатьмы Султан, должна была быть последней в принципе. Так оно и получилось, но не так, как именно хотела Фатьма. Она приготовила засаду Хюрем и ее должны были закидать камнями, так как та типа ведьма. Что самое интересное, ведьма пошла к ведьме. Классно звучит. Мы все знаем по истории, что Хюрем была рыжая. Мы уже описывали Султаншу в этом видео. Ссылка вышла в описании к этому ролику. В те времена люди очень аккуратно относились к людям с таким цветом волос. Многие считали, что Хюрем приворожила Сулеймана. И есть письма, где Хюрем жалуется Султану, что ее люди называют ведьмой. Сулейман смеется и отвечает, что рад своему плену и ничье мнение не должно ее волновать, кроме его. Он счастлив в плену у своей ведьмы. И это очень важно. Также в письме Хюрем жалуется, что именно из-за этого ее никто не любит. Но Султан отвечает, что его любви должно хватить сполна Хюрем. Поэтому сценаристы и смело пользовались такой сплетней и хотели выставить Хюрем ведьмой. Толпа должна была забить ее камнями, дабы освободить душу их Султана. Хюрем пришла к гадалке, боясь, что у Михримах порча. И ее болезнь, а точнее ее аллергия на духи, которую установил молодой доктор, не проходит. Ведьма предсказала ей, что эта хворь не порча, а слезы ее души. Болезнь перестанет себя проявлять, но сильно въестся в ее сердце и останется там рана. Я так поняла, что это была несчастная любовь в Михримах. И то, что она не любила своего мужа Рустема. В тот момент, когда Михримах хотела бежать со своим доктором, мы уже рассказывали про этот момент, тут ссылка вышла в описании к этому видео. Рустем ее спалил, и как он ей сказал, что именно этот момент и погубил его любовь к ней. А я считаю, что Рустем сам виноват. Не нужно было постоянно лезть со своей ревностью к султанше. Но речь сейчас не об этом. По истории Михримах любила Рустема. Не пойму, для чего сценаристы выставили их брак в таком свете? Хюрем вроде и выдохнула, как ее сердце опять сковал страх. Когда гадалка сказала про рану в сердце Михримах, вот тут меня убило. Ну чего же тут так удивляться, если сама выдала дочь за Пашу, зная, что Михримах его не любила. Все логично. Михримах любила Балибея, ну или Педра, ну или Таджиджалы, но не Рустем. Ее сердце мучается, и она не свободна. Тут летят камни, и Хюрем собирается уходить. Хотя логично-то бурю переждать. Зачем бежать сразу в разъяренную толпу? Вот тут мне непонятно. Пусть бы люди успокоились, да по домам разошлись. Ну или подмогу подождать. Но Симбюль тянет свою госпожу прямо в разъяренную толпу. Пойдем, госпожа, быстрее, пусть они вас сейчас разорвут. Там же страсти так и пят. Нам нужно как можно быстрее к ним в лапы попасть. Вот тут непонятно, конечно. Гадалка, как самый разумный человек в этом помещении, отдергивает Хюрем и говорит, мол, не парься, ты помрешь не тут. А Хюрем не очень-то и хочет бежать в толпу. Она спрашивает, кто будет новым султаном? Что ждет моих сыновей? И по мне, так лучше бы она не знала этого. Женщина смотрит на Хюрем и начинает ей предсказывать. Твой сын зайдет на престол. Но перед этим он убьет своего брата. Именно Сулейман будет в этом виновен. Хюрем кричит, как же Сулейман, если его убьет брат? И тут женщина говорит. Ее же словами. И лист не упадет без ведома султана. И Хюрем присела. Я сама, если честно, присела. Сериал просто крутой своими захватывающими моментами. Актеры передают всю атмосферу событий. Хюрем поняла, что Сулейман казнит ее сына. И она примерно поняла, что это будет Байзит. Конечно, она будет пытаться все изменить. Но вот сможет ли? Хюрем видит, как Сулейман спасает ее от толпы. И не может поверить в то, что он убьет их сына. Оттуда и на балконе она ему высказывает в его покоях, что не позволит убивать детей. И пригрозила ему так, что тот не понял, от чего на него так наехали. Честно, я и сама обалдела от того, как на него наехала Хюрем. Не думая, что по истории Хюрем хоть как-то догадывалась о казни Байзита. Хюрем пыталась защитить своих детей, но у нее не получилось. Хасики одна из тех Султанш, чью судьбу не хотел больше повторить ни один человек за 500 лет. Она была властной, богатой, но не счастливой. Она любила и была любимой. Но вот всех своих детей она потеряла. Все ее дети были несчастны. Мехримах по истории тоже потеряла рана мужа. Она много лет жила одна и умерла в одиночестве. С другой стороны, мы не узнаем, как все было на самом деле. Но вот народную молву, которая передавалась с поколения в поколение, вряд ли можно обмануть и заглушить. Несчастная была Хюрем. В следующем видео я хочу поднять с вами тему, что же не показали в конце сериала Великолепного века. Какие моменты сценаристы должны были показать. А сами не захотели этого сделать, зачем и почему. Я когда анализировала эти моменты, мне было очень неприятно, так как они очень важны. Их просто упустили. Сериал получился не совсем полный. Да и очень часто мы сталкиваемся в сериале с тем, что именно нам, зрителям, сценаристы оставляют много пробелов в сюжете, где мы должны додумывать и понять, что могло было быть. Хорошо, что у нас есть история, на которую мы можем опереться и восстановить пробелы в сюжете. Но хотелось бы, чтобы нам показали более подробную жизнь наших любимых героев. Жалко, что не снимают продолжение Великолепного века, а именно, было бы интересно посмотреть правление Селима и Нурбану, и как Михримах правило Гаремом. Согласитесь, это было бы нереально круто. Сложно воспринимать историю османов, когда они перепрыгивают несколько правителей и начинают показывать империю Кюсем. Зачем этот прыжок? Думаю, только из-за этого сериал не смог повторить успех Великолепного века. Великолепного века 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 Субтитры создавал DimaTorzok